В Щелкове ветеранский футбол имеет богатую историю. Его первые матчи прошли в 2003 году, сейчас 17 сезон. Сначала соревновались спортсмены старше 45 лет, затем появились команды, в которых участвовали игроки с 40-летнего и 50-летнего возраста, а с этого года старше 60 лет. На искусственном поле в универсальном спорткомплексе Подмосковья в минувшую субботу встретились 8 команд 40+. В этом году, ну понятно, что сезон немножко урезанный в связи с пандемией, и поэтому турнир проводится в один круг, и значит по положению 4 первых команды, которые занявшие по итогам первого круга, первые 4 места, значит, сыграют плей-офф, значит, два полфинала и финал, и победитель будет вот этого плей-оффа, будет как раз чемпионом Щелковского округа. Мы побывали на игре двух команд, которые уже не первый год борются за первые места в турнире. Одна из них из звездного, называется ЦПК, или Центр подготовки космонавтов. В прошлом четвертом туре команда проиграла трудовым резервом, и поэтому спортсменам терять очки больше нельзя. На данный момент команда МКМ, ну бывшая Бухара, будем такую называть в нашем, так сказать, коллективе, идет в верхние турнирные таблицы, наверху, по-моему, третьи они идут, поэтому игра будет за три очка, можно сказать, даже за шесть очков. Вот, и легкой она для нас не будет. Ну и обещаю для соперника, что он тоже прогулкой для них не станет. Сегодняшняя игра, можно сказать, что сейчас самая серьезная для нас за все пять прошедших туров, это принципиальный соперник, с которым мы боремся за четверку, мы прямые конкуренты за эту четверку, будем бороться сегодня. Первые минуты игры проходили в равной борьбе. Команды обменялись голами. В середине второго тайма МКМ Рековери вырвалась вперед. Счет стал 2-1, а затем натиск со стороны игроков в синей форме усилился, и были забиты несколько мячей в ворота противника. Команде из «Звездного» удалось отыграть один мяч, однако вторая 25-минутка остановилась на счете 5-2 в пользу МКМ Рековери. В других играх турнира в этот день трудовые резервы обыграли с сухим счетом команду из Огоднева 4-0. Игроки из Гребнева прямо-таки разгробили команду у «Ефест» 9-1, а «Легион» выиграл у «Химика» 4-2. Турнир продолжится в следующую субботу и завершится в сентябре. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.